Всем привет! На днях я обзавелся нормальной полимерной глиной, но пока что не хочу рисковать и сделать какой-либо кастом из того, что у меня есть. Ну то есть набить руку. Тем более, вы уже помните, эта глина у меня для мелких деталей подходит нормально, так что думаю, что-нибудь еще можно из нее сделать. Я стал выбирать, что бы сделать такое простенькое, с низкой детализацией, чтобы, как вы поняли, меньше возни было. Ну и разумеется, чтоб лучше получилась сама самоделка. И я решил остановиться на культовом хоррор-персонаже, а именно Слендермэне. Вообще-то я уже пытался сделать такого Слендермэна, но это я его делал чисто для себя. Ну просто так. Но недавно я посмотрел видео на канале Лего Ред, и там он как раз-таки сделал ролик о том, как сделать вот именно Слендермэна. И я решил сделать такого же по его инструкции. Так. Ну, во-первых, давайте отдерем вот эти вот резинки, которые у меня были щупальцами. Так. Опа! Легко они у меня достаточно-то дрались. Так. Только их надо разломать, что ли, как-то? Оу. Че тут с ними? Не понял, они тут че, растворились от супер-клея? Да нет, целые... Хм, отчего это тогда? Может, от фигурки? А! Пес с ними! Займемся Слендерменом. Так. Сперва мы все отделяем. Вообще все. Эй, рука, отделяйся. О! И начинаем с торса. Потому что тут надо будет, во-первых, лепить. Итак. Берем клину. И отрезаем от нее небольшой кусочек. Его давайте-ка разомнем немножечко. Немножечко. Так. А теперь... Сделаем из этого пластину. Думаю, хватит. Вырезаем теперь из нее фигуру по форме торса. Так, ну вот она, наша пластинка. Теперь из нее делаем для Слендера костюм. Он одет в обычный похоронный костюм. То есть, пиджак, рубашка, брюки. Без всяких приблуд. Именно поэтому я его выбрал, потому что здесь меньше будет возни. Так. Во-первых, делим пополам. Так, нет. Ну-ка еще раз. Теперь вроде то, что надо. Так, что там у нас дальше? Во-первых, посмотрим. Это вот сюда влепится. Влепится. Как раз. Только немножечко надо будет подправить. И этот вырез тоже надо подправить. О! Ну, по-моему, получается прикольно. Так. Но надо сделать еще воротник. О, ну, наконец-то получился нормальный воротник. Только его надо будет еще немножечко подправить. О! Ну, думаю, его еще нужно почистить с помощью шлифовальной шкурки. Ну, немножечко подровнять. Готово. Правда, один косяк. Почему-то в процессе зачистки, как вы видите, пиджак развалился на две половинки. Поэтому лучше сразу приклею его к торсу. Вот к этой стороне. Да, эту сторону я вот забыл. Надо еще шлифовальной шкуркой почистить. А то она вся в клею. А мне нужно, чтобы она была ровненькой. О! Так-то лучше. Так, ну ладно. Ну ладно. Сделаем, наверное, это с помощью суперклея. А не термоклея. О! Порядочек. Упс, уронил. Во! Ну, по-моему, выглядит ничего. Еще остаются только пуговицы и галстук. Так. Сделаем сейчас пуговицы. Сейчас скатаем маленькие-маленькие шарики. Во! Вот такие прям. И прикрепляем их с правой стороны. Да, ну пуговицы я тогда тоже приклею суперклеем. Так. Так, аккуратненько. Пуговицы раз. Пуговицы два. Пуговицы три. Эй, ну давай. Да блин. Да... Че ж ты будешь делать нафиг? О! Во, наконец-то. Пуговицы на месте. Теперь очередь галстука. Пуговицы. 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 так ну ладно это же супер клеем его надо приляпать и удалить излишки клея так не ну чё по моему нормально только вот еще думаю пуговки надо маленько подровнять да и вообще надо еще тут немножечко подровнять наверное весь костюм о костюмчик готов да правда еще сделать бы воротник поровнее был вообще тогда все идеально ну ладно для первого раза сойдет теперь займемся ногами так их мы отсоединяем и нужно их удлинить для этого понадобится два черных лего кирпичика вообще собственно все равно каких оригинальных или аналоговых все равно вот ноги будут чтоб ноги уже были высокие но как длинные более длинные вот так опять же супер клеем приклеиваем ноги к кубикам главное ровненько о а теперь вторую так ну ладно сейчас дождусь пока клей высохнет и ноги тоже нужно отшлифовать чтобы они были ровными порядок ноги готовы вот они какие так ну торс тоже готов собственно почти что и весь мусор который тут у меня появился в процессе шлифования я его весь выкинул так ну а теперь наверное перейдем к рукам у меня тут стала такая проблема мне ведь руки потребовалось опять же удлинить но при этом сохранить сохранить не только подвижность именно рук но и подвижность ладоней то есть чтобы они могли вращаться долго думал как же мне так сделать и наконец пришел к выводу так в общем вот так вот во первых руки надо будет распилить сейчас вот примерюсь как как ее лучше отпиливать в общем я не стал снимать весь процесс распиливания рук потому что он был очень долгим и кропотливым так скажу лишь только что теперь нужно вот эти вот руки соединить с помощью глины тогда они как раз будут удлиненными все руки готовы уже отшлифованы я не стал снимать как я их делал во первых делал я их по-своему а во вторых пришлось поплясать с бубном чтоб они получились нормальными нет серьезно передо мной стояла такая задача не только удлинить руки но и сохранить их функциональность это было до жути тяжело но они полностью функционируют ладони вращаются вот так на обеих руках ну а если к торсу прикрепить то понятное дело руки будут тоже двигаться ну остается только еще сделать щупальца но сначала я наверное как следует отшлифую вот эту часть на торсе и при этом сотру наверное этот принт так то лучше вот сюда нужно с помощью супер клея приклеить круглый магнит такой что поместился он здесь как раз помещается ладно пока дождусь пока высохнет клей для того чтобы сделать щупальца мне потребуется восемь мелких гвоздей их нужно укоротить так ну все вот они гвоздики вот они а теперь делаем щупальца это берем кусок глины так вот сейчас я его отрежу ой немножечко она там засохла так сейчас и и и и и обезжиренно закрунтовано, приступаем к покраске. Итак, сперва черный цвет, красим им пиджак. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дальше рубашку белым цветом, а галстук красным. Щупальца тоже нужно сделать черным цветом. Так, ну тут надо еще парочку косяков исправить. Так, вот. Подкрасится с немножко белым то, что должно быть черным. Вот тут. И вот тут. Во! Вот так-то лучше. Музыка. 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 Далее идут руки. Их тоже в черный цвет. В ладони я тут вытащил, ладони-то красить не надо. Они и так нужного цвета. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается головы, то думаю ее тоже можно покрыть еще одним слоем белой краски Детальки покрашены, залакированы, остается их только забрать Но тут возник такой косяк, щупальцы вообще не хотят держаться на магните Они попросту отваливаются Поэтому с помощью термоклея придется приделать их намертво Слендермен готов В обновленном варианте он выглядит куда лучше, чем было до этого Щупальцы более реалистичные Да и одежда у него нормальная, и сам он выше ростом Да, единственный косяк, я возможно переборщил с длиной рук, но они ведь у него и так длинные Так что думаю эта фигурка заслужила лайка